МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что важное произошло сегодня, в Украине и мире расскажет команда проекта «Наше время». Добрый вечер. Далее речь пойдёт о таком. Владимир Зеленский выступил с мощной речью на Мюнхенской конференции по безопасности, на чём акцентировал внимание президент Украины. Мы все должны делать не что-нибудь, а всё возможное для поражения агрессора. Украинские военные сбили сразу три самолёта противника. На восточном фланге фронта уничтожены два российских истребителя Су-34 и один Су-35. Пытки, угрозы и унижения. Как пережить российский плен и не сломаться, рассказал украинский военный, который пробыл в неволе почти два года. Соратники Алексея Навального подтвердили его смерть. Как это может повлиять на оппозиционные настроения в России? Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с вице-президентом США Камилой Харрис и обсудил с ней дальнейшую поддержку Вашингтона. Новый пакет помощи от Соединённых Штатов критически важен для Украины, подчеркнул Зеленский. Высокопоставленная американская чиновница согласилась с этим и заверила в продолжение всесторонней поддержки. Напомню, США должно выделить Украине более 60 миллиардов долларов. Мы очень рассчитываем на положительное решение Конгресса. Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем на сегодняшний день альтернативы, потому что мы рассчитываем на Соединённые Штаты как на нашего стратегического партнёра и что он останется нашим стратегическим партнёром. У нас план только один, план А. Обеспечить получение Украины всего, что ей необходимо. Я подчеркиваю, что индикаторы того, где мы должны находиться, это двухпартийная поддержка в обеих палатах Конгресса, со стороны Сената и Палаты представителей. Я уверена, что если этот пакет помощи, который сейчас находится в Сенате, всё же будет поставлен на голосование, то решение будет принято. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский провёл целый ряд переговоров. В программе президента было более десяти встреч. К примеру, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым украинский лидер обсудил энергетические вопросы. Оборонную поддержку, а также совместное производство дронов обговорил с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксон. О противовоздушной обороне и передаче Украине истребителей F-16 шла речь в беседе с премьером Нидерландов Марком Рюте. Кроме этого, Владимир Зеленский встретился с командой компании Google, которая выделила дополнительные 10 миллионов долларов на поддержку украинских стартапов. Президент Украины также выступил на самой конференции. Он отметил, что Россия не признаёт никаких правил, и война грозит всей Европе. Владимир Зеленский призвал союзников активизироваться ещё больше и приложить максимум усилий, чтобы остановить Путина прямо сейчас. Впереди у него всего два варианта. Оказаться на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым кем-то из его приспешников, которые сейчас убивают для него. Уничтожить источник войны и дестабилизации – наша ключевая задача. Это честно. Первое – мы все должны делать не что-нибудь, а всё возможное для поражения агрессора. Пожалуйста, помните все, что диктаторы на каникулы не уходят. Ненависть не знает пауз. Вражеская артиллерия не умолкает из-за процедурных неурядиц. Воины, противостоящие агрессору, нуждаются в достаточной силе. Второе – не стоит опасаться, что Путин проиграет. Путин – это угроза всем свободным народам. И так, для тех, кто ещё не слышал, Путин – это монстр, вторгшийся в Украину и убивший тысячи и тысячи людей. О других важных месседжах на Мюнхенской конференции расскажет наш специальный корреспондент в Европе Виталий Сизов. Он работает непосредственно в Германии и знает больше. Виталий, приветствую. О чём ещё сегодня говорили в мировые лидеры? Да, сегодня действительно был настоящий украинский день. Сразу несколько мероприятий были посвящены Украине, её новому месту в современном мире системе трансатлантической безопасности. Я могу перечислить только названия, они говорят сами за себя. Украина в мире – будущее Украины и трансатлантическая безопасность. Создание оборонного союза в трудные для Европы времена – это тоже контекст Украины. Борьба с усталостью для победы Украины. Параллельно с конференцией в Мюнхене был и проукраинский митинг. Участники требовали поддержать Украину в её борьбе с агрессором и сделать всё возможное для победы Украины. Об этом, естественно, говорили не только участники митинга, об этом говорили все участники встречи, об этом говорил украинский президент. Как вы правильно сказали, он подчёркивал, что Путина надо остановить здесь и сейчас. И поэтому необходимо увеличивать санкционное давление, перекрывать пути обхода санкций и заняться, наконец-то, атомной отраслью России. Не должно быть таких отраслей экономики России, задействованных в её агрессии, но свободных от санкций. Это касается прежде всего атомной отрасли. И уже замороженные российские активы должны быть конфискованы. И нужно идти дальше, найти, заморозить и надёжно пацифицировать каждый доллар, из накопленных Путиным и его друзьями. Зло никогда не возьмёт верх, если силы добра объединены и действуют согласованно. История не раз это доказывала, когда казавшиеся вечными империи зла и тирании рассыпались буквально на глазах. Как известно, представители Большой Семёрки, они одобряют такой подход. Это заморозка российских денег и их передача, часть их либо процентов для восстановления Украины. Зеленского в Мюнхене говорили и о присоединении Украины к НАТО. Естественно, это звучало от многих спикеров. Как отметил украинский лидер, Киев заслужил право быть в Альянсе и добавил, что в Вильнюсский саммит, он значительно приблизил Украину к цели. Что касается приглашения Украины в НАТО, конечно же, мы этого хотим, потому что это наша цель. Цель наша – быть членами НАТО. Я считаю, что мы этого заслуживаем. Кстати, здесь Йенс Столтенберг, лучше у него спросить, когда Украина будет в НАТО. Мне кажется, это будет более справедливо. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы приближать Украину к Альянсу. Мы понимаем, что не все страны поддерживают, то есть есть это союзническое решение. И не все лидеры это все-таки пока поддерживают. Поэтому ожидаем в любом случае укрепления наших отношений, укрепления относительно оружия. И наверняка для нас сегодня пакеты вооружения, пакеты ПВО, скажу вам честно, наверное, на сегодняшний день это самое важное. Особенно от тех государств, которые колеблются приглашать нас в НАТО или нет. Украина не только сама хочет в НАТО, но и, конечно же, НАТО хочет, чтобы Украина стала частью этого альянса. Особенно за это выступал активно министр обороны Германии Борис Писториус. Он один из главных промоутеров членства Украины в НАТО и Европейском Союзе. О поддержке Украины он говорил как о долге Германии. Призывал готовиться к тому, что конфликт с Россией может продлиться десятилетиями в разных формах. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что Европе нужно больше заботиться о своей безопасности и укрепить обороноспособность, чтобы иметь возможность сдерживать любых потенциальных агрессоров. После Холодной войны мы вместе с Россией пытались построить инклюзивную общеевропейскую архитектуру безопасности. К сожалению, нам это не удалось. Сегодня мы знаем, почему. Все эти попытки противоречили стратегии Кремля по установлению своего доминирования в Восточной и Центральной Европе. На этой конференции не было россиян по понятным причинам, и объединенная Европа говорила на одном языке с Киевом. Это были слова поддержки, но не только они. Помощь в военной сфере продолжится. Украина должна стать заметным элементом европейской обороны. Дроны и новые технологии – это приоритетные направления. Теперь мы будем интегрировать Украину в наши оборонные программы. И вместе с Украиной откроем в Киеве офис оборонных инноваций. Потому что это следующий уровень, которого мы сейчас достигаем. Вчера вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина назвала эту конференцию «Украинская Мюнхенская конференция безопасности». Повестка главного дня сегодня полностью оправдала такое неформальное название. Интересно, что согласно ежегодному докладу конференции, каждой конференции организаторы готовят доклад и проводят некоторые социологические исследования, они установили, что восприятие России как угрозы снизилось во многих странах. В Москве, естественно, накануне конференции это восприняли как утрату интереса к Украине. Но то, что мы видим сегодня, то, что мы услышали, ясно, оно свидетельствует об обратном. Украина просто научила Европу не бояться Москву. И в этом большая заслуга вооруженных сил Украины и всех других союзников Украины, которые борются для того, чтобы Украина восстановила свой суверенитет и территориальную целостность. Коллега, спасибо за подробную информацию. На связи со студией был наш специальный корреспондент в Европе Виталий Сизов, который подвел итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Потери российской армии под Авдеевкой рекордны за время полномасштабного вторжения РФ. За последнюю неделю там погибло около 5000 оккупантов. В то же время украинские защитники сбили еще три российских самолета. Подробнее о том, что происходит на передовой, далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. За сутки ВСУ отбили две атаки российских оккупантов, сообщает вечерние сводки Генштаб вооруженных сил Украины. На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Белогоровки Луганской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Ласточкино Донецкой области. Силы обороны отразили все атаки. Также украинские военные по приказу главнокомандующего ВСУ отошли от Авдеевки. Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах. Наши воины достойно выполнили свой военный долг. Сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей. Нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике. Жизнь военнослужащих самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем. Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, из сообщения Генерального штаба ВСУ. Решение о выходе из Авдеевки было правильным и справедливым, подчеркнул президент Украины. Мы бережем наших людей, наших воинов, потому что это и есть защита. Оружие от наших партнеров помогает восстанавливать справедливость и мир на нашей территории. Но прежде всего военные защищают людей. Поэтому решение правильное. Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи. Это не значит, что люди отошли на какие-то километры, и Россия что-то захватила. Она ничего не захватила. Россия с октября 2023-го атаковала Авдеевку всем оружием и всей мощью, которая у нее была. В результате чего погибли тысячи российских военных. Десятки тысяч. Истощение их армии. Я считаю, что эту задачу наши военные постоянно выполняют. Уроки по Авдеевке были извлечены, и город обязательно вернется под контроль Украины, подчеркнул министр обороны. Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять Кабы. Нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов. Нужны артиллерийские снаряды. Работаем над этим постоянно. Фортификации строим и усиливаем. Решение беречь людей правильное. Авдеевку вернем. Рустам Умеров. Министр обороны Украины. Фейсбук. По данным Центра национального сопротивления, потери россиян под Авдеевкой рекордные за время полномасштабного вторжения РФ. За последнюю неделю там погибло около пяти тысяч оккупантов. Из-за этого среди российских солдат ощутимо растет деморализация. В то же время командование РФ пытается скрыть реальные цифры. Кремлевские пропагандисты получили задачу максимально зачистить информационное пространство от реальных данных по потерям в Украине. Активисты сообщества «Киберсопротивление» взломали операторов российской мониторинговой системы «Катюша». В доступ хакеров попала телеграмма одному из начальников группы информационного обеспечения с нарративами по комментированию наступления россиян на Авдеевку. В документе, в частности, идет речь об умалчивании информации о потерях и ограничении доступа СМИ к этим данным. Из сообщения Центра национального сопротивления. Всего за сутки на передовой произошло 63 боевых столкновения. Также украинские военные уничтожили еще три российских самолета. Утром на восточном направлении подразделениями воздушных сил вооруженных сил Украины уничтожены два вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Нас ничто не остановит. Николай Алищук, командующий воздушными силами ВСУ. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 401 тысячу человек. За сутки были уничтожены 1050 военных, 11 танков, 16 бронированных машин, 28 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники россиян. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Североатлантический альянс в военном плане сильнее России. И вообще, блок обладает наибольшим потенциалом в мире. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Европе нужно больше заботиться о своей безопасности и укрепить обороноспособность, чтобы иметь возможность сдерживать потенциальных агрессоров. У НАТО есть хорошо зарекомендовавшие себя средства ядерного сдерживания. Они работали десятилетиями. Это то, что Соединенные Штаты делают вместе с европейскими союзниками. Мы договорились о командном контроле. У нас есть учения, у нас есть доктрины. И на самом деле это то, что мы делаем вместе, как Североатлантический альянс. В текущем году мы почти удвоили нашу военную помощь, превысив 7 миллиардов евро. Кроме того, имеются обязательства на сумму 6 миллиардов евро на ближайшие годы. Это мое большое желание. И я знаю, что это непросто. Но я призываю к этому здесь, вместе с другими европейскими коллегами, чтобы подобные решения были приняты во всех европейских столицах. Военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады имени атамана «Сирком» Владимир Явенко – один из 230 военных, которых Украина вернула из российского плена в январе этого года. С начала полномасштабной агрессии России это был самый большой обмен военнопленными. После возвращения на родную землю защитник месяц был на реабилитации, а сейчас он уже дома с семьей. О том, что пришлось пережить в неволе и какие планы на будущее – репортаж Натальи Белокудри. Украина превыше всего. Слава Украине. Героям слава. 3 января 2024 года состоялся самый многочисленный обмен военнопленными за время широкомасштабного вторжения России в Украину. Тогда из российских тюрем удалось освободить 230 украинцев. Один из них – военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады, 55-летний Владимир Явенко. В плену мужчина пробыл более 700 дней. С первого дня полномасштабного вторжения России. Это была проблема для нас немного, как говорят. Не подготовили нас к тому, что может такое начаться. То есть не верили до последнего. Никто не думал, что пойдут они со стороны Харькова. Расчет был на Донбасс. То есть никто не ожидал. Владимир Явенко – артиллерист. Первой гаубицей научился управлять еще призывником, проходя срочную службу в Венгрии. Есть такая фотография. Есть такая фотография со мной. Но это срочная служба. То есть еще далекий Советский Союз. Но я уже владел современным оружием. После армии долго работал железнодорожником. В войска вернулся, уже подписав контракт в 2017 году. Служил командиром самоходной арт-установки. А в 2020-м стал командиром РСЗО «Град» в составе 92-й бригады. 24 февраля 2022 года Владимир должен был попасть на огневую позицию. Но машина сломалась. Тогда он с экипажем услышал первые залпы со стороны Белгородской области. Когда они успели добраться до Циркунов Харьковской области, им навстречу уже двигалась колонна российской техники. Их окружили. Я уже вижу, едут тигры впереди. Тогда уже у меня. А сзади подъехала их разведывательная группа. Их бусик, течик. Тогда они сзади заехали, с автоматами повыскакивали. Они подошли, спрашивают мальчики, куда едете? Да говорю, уже никуда. Уже приехали. Но обидно, конечно, было, что вот так. Ну, как говорят, слава богу, что так оно получилось. Попав в плен, они провели несколько дней на земле в лесу. Затем российские военные привезли их в Гоптовку, где удерживали в подвальном помещении. Их трое суток не кормили. Руки были постоянно в наручниках. Во время допросов постоянно угрожали расстрелом. Если не будешь что-то рассказывать, то сейчас вот с пистолетом на улицу и в расход. Типа такого. Почти два года Явенко провел в разных лагерях и тюрьмах России. Там, где содержали украинских военнопленных. Летом 2023 года его и еще 16 человек привезли в Курскую область. Сказали, готовят на обмен. Но в итоге отпустили лишь четверых. Остальных перевезли в Смоленскую область, в СИЗО номер два. Нас когда привезли в первый день, там приемка была жесткая такая, что мальчика одного собака схватила, руку немного разорвала. По словам Владимира, условия в этом СИЗО были самыми трудными. Военнопленных пытали, в том числе и голодом. Пытались сломать и физически, и морально. Это одно из таких самых жестких СИЗО, где в самом деле могли совсем не кормить. Стоишь 16 часов в сутки. То есть садиться даже не давали. Ну и стишки учить. Не дай бог ты не рассказал стих с утра, то ой, кошмар. Гимн пять-шесть раз в сутки пели. Российский. Супруга Владимира Ольга узнала, что ее муж находится в плену лишь в марте 22-го года. С этого момента их семья начала борьбу за возвращение Владимира домой. Все время Ольга поддерживала связь с Красным Крестом, Украинским координационным штабом по обращению с военнопленными и Службой безопасности Украины. Ольга говорит, все очень помогали и поддерживали. Мне приходит в половине четвертого сообщение от координационного штаба, ну что в Витаему и Воленко Владимир Васильевич из больного. Я расплакалась, я потеряла сознание. Хорошо были старшие дети дома, которые привели меня в чувство. Говорят, мамуль, правда обмен, правда его поменяли. И вот практически в 9 часов вечера звонит незнакомый номер, я уже понимала. Я уже понимала, я взяла трубку, и он говорит, что у меня в Украине. Я в Украине, все у меня хорошо. Ну тогда, естественно, слезы радости. За время пребывания в плену Владимир из-за постоянного недоедания потерял 16 килограммов. Месяц восстанавливался в реабилитационном центре. Сейчас находится в отпуске, собирает документы, чтобы пройти комиссию ВВК. И тогда уже определится, чем будет заниматься дальше. Ольга же для себя решила, что будет продолжать поиски украинских военных, которые попали в плен, помогать и консультировать их родственников. Российские войска продолжают наносить авиаудары по приграничным населенным пунктам в Харьковской области. Сегодня захватчики сбросили по меньшей мере 5 авиабомб на Купянск. Разрушены многоквартирные жилые дома, также повреждены несколько гражданских объектов. Уже известно о 9 пострадавших. Четверых из них спасатели достали из-под завалов и передали медицинским работникам. Поисковая операция продолжается. В течение дня российские войска несколько раз обстреливали Херсон и область. Один человек погиб, 5 мирных жителей были ранены. Повреждены частные дома, предприятия взрывной волной. В одном из учебных заведений были выбиты окна. Один человек погиб и ранен 15-летний подросток после российских обстрелов в Сумской области. Окупанты из минометов ударили по гражданской инфраструктуре Хатинской общины. Разрушен также частный дом. И к другим важным темам. Соратники Алексея Навального подтвердили его смерть. Адвокаты мать российского оппозиционера уже побывали в колонии, где тот отбывал наказание. Однако тело политика им не выдали и даже не разрешили на него посмотреть. Его якобы увезли в другой город по распоряжению Следственного комитета, сообщила пресс-секретарь Навального. Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14 часов 17 минут по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Алексея Навального находится в Салихарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним исследования. Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно. Напомню, Алексей Навальный провел в колонии три последние года, из которых более 300 дней просидел в штрафном изоляторе. Предварительная причина смерти оппозиционера – оторвавшийся тромб. Однако в Следственном комитете до сих пор не прокомментировали эту информацию. Подробнее далее в сюжете. 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Немецкому округу сообщило, что Навальный умер в колонии. О кончине политика публично объявили около 16 часов. Ранее Людмила Навальная сообщила, что виделась сыном несколькими днями ранее. Алексей чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье. Полной неожиданностью смерть Навального якобы стала и для властей округа, пишет издание «Верстка». Мы сами пока не понимаем, как это возможно. У администрации были четкие установки. Следить, чтобы не сдох перед выборами, чтобы не устраивал цирк с конями. Никому здесь его смерть не нужна была. Издание «Верстка» со ссылкой на источники, близкие к властям Ямало-Немецкого автономного округа. В то же время издание «Медуза» со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в Следственном комитете пишет, что Алексея Навального медленно отравляли в заключении с августа, чтобы вызвать смерть. А основным лоббистом убийства Навального с разрешения Путина является глава Следственного комитета Александр Быстрикин, питавший личную неприязнь к политику из-за расследования Навального о нем в 2012 году. Мировые лидеры уже отреагировали на смерть российского оппозиционера. Сообщения о его смерти, если они правдивы, а у меня нет оснований считать, что нет, хотя российские власти расскажут свою собственную историю, не оставляют сомнений. Путин ответственен за смерть Навального. А генеральный секретарь НАТО Иэн Столтенберг заявил, что все факты относительно смерти Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы. Прокомментировал смерть Навального во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президент Украины Владимир Зеленский. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других истерзанных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. И именно поэтому он не должен сберечь ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное. Расправляться с неугодными – привычная практика для кремлевского режима. Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Магницкий, Борис Немцов, Алексей Навальный – это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке критиков режима убитых Путиным. Мы все прекрасно понимаем, что никакой оппозиционный деятель на сегодняшний день не может, грубо говоря, сам себе, естественно, прогарантировать жизни от этого режима. Путин расправляется с своими политическими оппонентами, расправляется с своими личными врагами. Навальный был личным врагом Путина, как был и Борис Немцов, который тоже был убит в феврале. Режим будет расправляться со своими оппонентами до тех пор, пока не будет сметен. Причем вооруженным путем, подчеркивают аналитики. У российской оппозиции в этот печальный день есть единственный выход каким-то образом повлиять на будущее страны России, а именно объединиться в призывах помощи вооруженным силам Украины, помощи российским гражданам, воюющим в составе ВСУ. Это в первую очередь Легион свободы России, РДК и другие батальоны. Никакие другие действия не приведут ни к успеху, мы все уже перепробовали. Здесь может только быть на поле боя, а сегодня Россия воюет с Украиной и нужно стать плечом к плечу к украинским гражданам. Политическая карьера Алексея Навального началась в 2000 году. В конце 2011 он стал одним из стихийных лидеров протеста в России из-за фальсификации на выборах в Госдуму. Тогда же впервые заявил о своих президентских амбициях. Возглавлял фонд борьбы с коррупцией, который занимался расследованиями коррупции во власти. 20 августа 2020 года политика отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». После года лечения в Берлине Навальный вернулся в Москву, где уже при прохождении паспортного контроля был арестован. С тех пор он находился в заключении. В 2022 суд дополнительно приговорил Навального к 9 годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и якобы неуважении к суду. А в 2023 суд вынес еще один приговор по делу об организации якобы экстремистского сообщества. Политику назначили 19 лет колонии особого режима. На акциях памяти Алексея Навального силовики задержали по меньшей мере 359 человек. Как сообщает независимый правозащитный медиапроект ОВД-Инфо, больше всего арестованы к Санкт-Петербурге. 212, в Москве 59. Также задержания отмечены в Таганроге, Краснодаре, Твери, Белгороде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Мурманске и еще двух десятках российских городов. Задержанным вменяют статью о нарушении правил массового мероприятия. Напомню, после сообщения о смерти Навального, во многих городах России жители начали приносить цветы к памятникам жертв политических репрессий. Норвегия отправляет украинским военным медицинское оборудование и другие материалы. Об этом на своем сайте сообщило норвежское правительство. И уточнило, что в пакете помощи тележки для инструментов, хирургические столы и лампы, а также сумки неотложной медпомощи и другое оборудование. Также напомню, что украинские военные медики недавно получили от Норвегии и Нидерландов полевой госпиталь. Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы контактной группы по вопросам обороны Украины. Кроме Латвии и Великобритании, к инициативе присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды, сообщили в Украинском министерстве обороны. Это веха на пути к достижению технологического производства над нашим врагом. Серийное производство и поставки беспилотников значительно расширяют возможности вооруженных сил Украины. Рустам Умеров, министр обороны Украины и сообщение Министерства обороны Украины в Телеграм. Все сюжеты нашего выпуска, а также другой актуальный видеоконтент смотрите на YouTube-канале Freedom. Кстати, у него уже больше миллиона подписчиков. Чтобы найти страницу, сканируйте код на экране и переходите по ссылке. Подписка, лайки и комментарии приветствуются. На этом у меня все. Я передаю слово своим коллегам Валерию Клименко и Екатерине Вишневской, которые уже готовы продолжить информационный марафон. Оставайтесь с Freedom, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин